всем привет сегодня очень интересный разбор планировки квартиры которая находится в жк discovery park это евро двушка и сегодня вы посмотрите что можно сделать с небольшой квартиры и как там все расположить с учетом того что в ней будет проживать семья из трех человек поехали бывают такие квартиры конфигурация которой не позволяет сделать практически ничего с точки зрения перепланировки и улучшения качества жизни с другой стороны бывают такие запросы от заказчиков которых так много для этой небольшой квартиры то тоже непонятно как их все впихнуть а когда первое второе совпадают то получается вообще супер интересная задача вот именно такая задача у меня и стоит с этой квартирой небольшая квартира семья из трех человек вот такой список хотелок давайте смотреть что из этого получилось сначала я расскажу чего же хотят заказчики они хотят много мест хранения это раз это относится к верхней одежде к повседневной одежде чемоданы и полотенца постельной и много 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 всего они хотят чтобы была отдельная детская комната для ребенка они хотят отдельную спальню для себя желательно конечно мастер спальню они хотят большое общее пространство внимание смотрим на кухню которая здесь 12 8 квадратных метров в этом общем пространстве должна быть кухня с островом обеденный стол на 6 человек большой диван да еще и раскладной чтобы на нем можно было уместить гостей которые останутся ночевать вот такая вот история ну и там еще целый огромный список хотелок когда я это услышал и посмотрел на планировку я подумал боже куда же это все вместить вот она новая планировка для новой семьи в небольшой квартире в дискавери парк друзья для того чтобы сделать невозможно пришлось в квартире немного похулиганить и сделать так как не совсем можно делать поэтому вы уж не судите строго я знаю что вы сейчас будете писать это невозможно это не согласуют это то это все ну да наверное это так но если сильно хочется то наверное все таки можно по крайней мере этот вариант вполне можно рассмотреть как один из многих и в общем-то принять для себя решение подходит он или не подходит начну с прихожей прихожую я сделал обособленной чтобы она осталась как бы вне движения людей которые будут ходить по квартире чтобы всю грязевую зону оставить вот где-то вне пути следования людей дальше есть гардеробная она достаточно большая и в этой большой гардеробной придется располагать много различных вещей и верхнюю одежду и одежду повседневную просто потому что нет возможности сделать два гардероба наделать отдельных шкафов и так далее и тому подобное еще дополнительный шкаф есть прямо напротив входа он сделан в такой специальной нише которая собственно этот шкаф полностью скрывает далее мы попадаем в общее пространство которое я увеличил сдвинув перегородку уменьшил бывшую комнату и увеличил бывшую кухню в эту бывшую кухню я сделал и столовую и зону для приготовления еды и диванную как мне это удалось сделать дело в том что я полностью упразднил санузел там где он был раньше сейчас его там нет и на его месте я поставил обеденный стол к слову сказать заказчики хотели там поставить кухню вот именно в этом месте а я предложил немножко по другому я предложил поставить туда стол а в торце поставить большую систему хранения которая будет совмещать в себе функцию красивого серванта и за стеклянными стеночками дверцами там можно хранить красивую посуду например можно бар там организовать почему я сюда предлагаю поставить стол потому что если здесь была бы кухня то кухня на месте санузла но это уже совсем как-то криминальненько получается а здесь вроде стол вроде поставил вроде убрал и вот уже здесь ничего такого криминального нет ну пока еще не успели стеночки возвести сейчас подождите возведем у нас останется кухня но это так если идти по букве закона так что таким образом эта история остается мобильный куда же кухню девать кухню я передвигаю ближе к окну прямо вплотную что это позволяет нам чего достичь во первых она очень хорошо освещена рядом с окном но это же логично во вторых это позволяет нам освободить место на вот в том закутке как раз таки под обеденный стол и как просил заказчик аж на целых шесть человек а это достаточно большой стол рядом с кухней напротив него сделана небольшая барная стойка кстати которую тоже просил заказчик я ее забыл упомянуть в его тех заданий но там еще много хотелок поэтому я еще много чего не успел упомянуть это барная стойка может использоваться как стойка за ней можно сидеть например пить пиво и смотреть футбольный матч а также эту барную стойку можно использовать как дополнительную поверхность для кухонного гарнитура то есть на ней можно что-то готовить что-то разложить что-то поставить эту барную стойку можно использовать как сервировочный столик тоже на него можно ставить какие-то блюды вазы фрукты не знаю овощи цветы поставить а также эта барная стойка является разграничителем между диванной группой и кухонным гарнитуром. Дальше за этой барной стойкой диван. Напротив этого дивана телевизор. И опять посмотрите, как все центруется в моем варианте. И соответственно в будущем, когда будет создаваться дизайн, все это будет выглядеть красиво, потому что здесь создается такая симметричная композиция вокруг вот этого центрального места, вокруг этой центральной оси. Также есть кресло, которое легкое, подвижное, его можно передвигать по всему интерьеру и ставить в то место, куда удобно. Дальше мы видим вход в такой закуточек, если можно так выразиться, в котором находится кровать. Эта кровать предполагается на возвышении для того, чтобы можно ее поднять и под ней организовать много места хранения. Я видел различные креативные варианты оформления таких мест. Например, кровать можно поднять еще выше, совсем высоко, на уровне груди, чтобы мы туда немножечко как бы наверх залазили. А под кроватью получается достаточно большое пространство, в котором мы можем организовать даже гардероб. Помните, в некоторых заведениях, чтобы разместить много одежды используют такую самокрутящуюся вешалку. Там установлен мотор, нажимают на кнопочку, вот она вся проворачивается и к нам подвигается та одежда, которую нам нужно взять. Вот здесь можно под кроватью то же самое сделать. Вот такую вот вращающуюся систему хранения. Это тоже все реально сделать и можно использовать это пространство. Эту зону с кроватью можно зашторивать шторкой вот в этом месте и таким образом делать ее обособленной. Кто-то, наверное, возмутится, скажет, что боже мой, что же такое, а где же нормальная комната для родителей? Ну, друзья, я вам отвечу. Когда пространство маленькое, то нам приходится чем-то жертвовать. И в данном случае я пожертвовал комнатой для родителей. Почему? Потому что фактически в спальне мы с вами только спим. И когда проснулись, мы уже пользуемся совершенно иным пространством. То есть ванной, кухней, гостиной. Мы находимся там и проживаем всю свою активную жизнь именно там. Поэтому, когда мы встали, проснулись, то все вот это вот место превращается в территорию именно родителей. И мы пользуемся и спальней, и кухней, и диваной как единым пространством. И только тогда, когда нам нужно пойти спать, уединиться, мы уже уходим вот в этот закуточек, закрываем шторку и оказываемся в своем личном пространстве. Так делать можно, когда дети маленькие, до подросткового периода. Когда ты можешь им строго сказать, Коля, а ну-ка спать иди. И Коля послушно пошел спать в свою комнату. В этой комнате он может чувствовать себя уединенно, со своими игрушками, со своими вещами. Там он может играть со своими друзьями, там он может проводить какое-то время за закрытой дверью, между прочим. А в это время у вас остается ваше родительское место, которое включает и гостиную, и спальню. Так делать можно. Конечно, когда он уже подрастет и станет подростком, то здесь уже возникнут вопросы и неудобства. Но пока маленький можно. А вот если представить, что поменять их местами, спальню в большую комнату, а детскую вот в этот закуточек, вот здесь вот начнется неразбериха и неудобство. Потому что если ребенок оказывается в этом закуточке, то ему некуда игрушки расположить, некуда друзей пригласить. Он все время чувствует себя жильцом гостиной. Вы не можете громко телевизор включить, вы не можете громко разговаривать, потому что вы будете ему мешать спать. Нет, в этом случае его нужно обособить, и чтобы он чувствовал себя вот так автономно независимым. Ну, насколько это возможно. У нас остается одна ванная комната, в которой интересно использовано расположение сантехнического оборудования. Это компания Равак. Обратите внимание, что раковина заходит сверху над ванной. И благодаря такой конструкции мы экономим места, которого здесь катастрофически не хватает. Ну, при тех хотелках, которые озвучили клиенты. В этой же ванной, к сожалению, пришлось оставить стиральную машину, шкаф для всего хранения необходимого химии, туда же гладильную доску, туда же какой-то мини-пылесос и так далее и тому подобное. Все это располагается в ванной и остается небольшое место под унитаз. Такая планировка получилась благодаря тем пожеланиям, которые изъявили клиенты. И сказали, для нас важно большое общее пространство, и поэтому оно здесь появилось. Для нас важно, чтобы у ребенка была пусть небольшая, но своя комната. Для нас важно много мест хранения. И вот когда все вот эти важно у меня собрались в единый список, получилась вот именно такая планировка. Конечно, если для вас важно уединение, важно личное, то остались бы две комнаты и маленькая кухонка. Ну, например, вы дома не ужинаете или дома вы вообще за диваном не собираетесь, вы проводите время в спальне. Тогда, да, нужно оставлять старую планировку, оставлять все как есть, и для вас это будет хорошо. Но вот в данном случае вот именно такая история, именно такая планировка. На этом все, друзья. Пишите свои комментарии, я буду их ждать с нетерпением. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока. И главное, присылайте свои планировки для консультации и разбора. Всем пока. Да пребудет с вами муза.